Знаете, что не дай Бог нам иметь учителей, и вам тоже не советую, никому из вас не советую. Поэтому я думаю, что самое главное, во-первых, учитель, это, знаете, какая была вещь, был Пьеро де ла Франческо, мастер, был Джотто, мастер. А все остальные, ну, готовили краски. Готовили краски. И если, например, так считается, что единственным человеком, которым был автором, который был автором своего произведения, это был Николанджело, который создал себе горло, потому что у него лежала свеча на лбу, и он писал все как-то воображая, что-то придумывая. Но он был единственным человеком, который никаких подмастерьев и ничем мастером никогда не был. И я тоже не хочу быть чем-либо мастером, потому что вы от меня ничему не научитесь. Я советую, во-первых, вам всем не стараться быть оригинальными, не стараться сделать что-то необычное, а попытайтесь подумать о том, какая у вас была семья, где вы выросли, даже если в детдоме, неважно, где вы выросли. И помните о том, что тем, кто вы выросли, и то, что вы преодолели в этой жизни, очевидно, имеет какой-то смысл. Любые несчастья, которые у нас постигли, они имеют очень-очень глубокую почву, глубокие корни. Поэтому, кто бы мы ни были, там некто хвалится своим дворянством, некто хвалится своим происхождением, своей номенклатурой, своим... Папа шпион, КГБшник, какая прелесть. Другие просто выросли, как мы с вами. Я вырос на улице. Что было с моей семьей, это уже совсем другое дело. Я вырос на улице, и выросли эти товарищи, и что бы со мной ни происходило, они были со мной всегда. Мы дураковаляли, мы выпивали, и я между этим всем делал какое-то кино. Это совсем не важно, какое я делал кино, оно было самым ужасным. Это не понравится моим товарищам. В этом, наверное, какой-то есть смысл. Спасибо. 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 Спасибо.